Внимание дети! В преддверии нового учебного года инспекторы ГИБДД в ходе рейда напоминают участникам дорожного движения об осторожности при проезде по пешеходным переходам и мимо школы детсадов. Быть готовыми к выходу детей на проезжую часть даже в ситуациях скрытого обзора, потому что дети маленькие, юркие и могут выйти из припаркованного стоящего транспортного средства. Ценный груз Марии Диких – два сыночка и лапочка-дочка. Перевозить самое дорогое нужно тоже по правилам, говорят проверяющие водителям. Автокресло должно не болтаться по салону, а быть закреплено. А удерживающее устройство действительно удерживать ребёнка того возраста и веса, на которые оно рассчитано. У нас есть бустеры, автокресла у нас есть в разных возрастах. Мы вообще, опять же, потому что у нас много, у нас этих приспособлений много. Мы на самом деле очень так серьёзно к этому вопросу относимся, поэтому используем. Под тотальную комплексную проверку сегодня попали и мотоциклы. Сезон двухколёсных ещё не завершён. Каждое десятое остановленное транспортное средство – это байк. В этом случае проверялось наличие шлема, экипировки, документов на транспортное средство. В рядах водителей железных коней нашлись нарушители правил. «За управление транспортным средством водитель, который управлял без мотошлема, согласно Кодексу административных правонарушений, по статье 12.6 штраф предусмотрен одна тысяча рублей». Ещё один байкер передвигался на незарегистрированном мотоцикле. Ему выписали штраф в 500 рублей. Комплексное информационно-профилактическое мероприятие продлится до середины сентября. Его цель – снизить максимально детский дорожно-транспортный травматизм.